Всем привет, дорогие мои любимые зрители! И совсем скоро, наконец-то, я начну для вас снимать на моем новом, крутом телефоне. Да, да, не прошло и два месяца с момента презентации 13-х айфонов, как мне удалось, в общем-то, урвать буквально, вот знаете, по случаю 13 Pro Max с памятью 512. С вашим новым телефоном 13. Дорогие друзья, я прибыла в галерею, чтобы урвать буквально вот последний. Дмитрий мне отложил, я у него записывалась. Да, абсолютно верно. Еще в сентябре, по-моему, да? Да, был очень большой ажиотаж, было очень мало телефонов, но ура! Хотела я голубой, но хотя бы уже золотой. Это просто, 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 наконец-то свершилось. Теперь буду стрит-стайл снимать не пьяной камеры. Так, ну давайте тогда с вами начнем вскрывать пломбы. Да, распаковка. Это же очень модный жанр. Да, анбоксинг какой-нибудь. Да, я ждала, когда велсакон будет и все вообще остальные. О, золотой. Так, какая прелесть. Давайте я его подержу. Ну, ничего такого. Тяжелее, конечно, чем мы. Он увезти, да? У него будет намного лучше батарея. У него камера. Я привыкну. Я привыкну. Конечно, привыкнете. У меня, вот вообще, верой и правдой мне служил вот этот вот мой старенький айфон 8 плюс. И вот все видео, которые я снимала стрит-стайл и, ну вообще, вот на выезде, что называется. Потому что дома я снимаю со стационарной камеры. У меня фотоаппарат Canon. Я считаю, он очень хорошо снимает именно при плохом освещении. То есть он вытягивает картинку при плохом освещении. Но, вы знаете, стрит-стайл снимать или в магазинах снимать очень неудобно с фотоаппарата, с камерой. Телефон, он как бы тебя выручает. Никто не обращает на тебя внимания. Особенно, если ты выглядишь так, серенько, незаметненько. Никто не видит, не обращает внимания. И я хочу сказать огромное спасибо вот этому моему телефону. Он у меня был, я не знаю, 4 или 5 лет. Служил верой и правдой. И продолжает прекрасно работать. За исключением того, что за это время, конечно же, все айфоны усовершенствовались. А 13-й это просто, ну, практически революционная для блогера прокачка камер случилась. То есть, у 13-го, даже по сравнению с 12-м промаксом предыдущим, вот эти вот камеры 3 прокачаны именно специально под блогера. Впервые за всю историю айфонов у них экран 120 герц не было раньше такого. То есть, это очень четкие, яркие, красивые картинки. У айфонов не было. В 12-м промаксе тоже не было. Я уже его протестировала. Ну, для вас еще я не снимала видео, потому что, собственно говоря, он у меня только второй день как. Так, и я уже к нему привыкла. Я уже его полюбила. Хотя он значительно тяжелее вот этого 8-го. Размер у них одинаковый. Этот просто с чехлом. Вообще, я как бы всегда телефоны носила без чехла. Вот эти вот айфоны. Ничего у меня не разбивалось. Все как бы нормально, облегченный вариант. Но этот айфон в последнее время стал очень сильно и быстро разряжаться. И мне с собой приходилось носить целую конструкцию, которая называется Powerbank. И знаете, это такая тяжеленная штука. Она небольшая, вот эта коробочка, эта штучка. Но, знаете, она столько весила. Вот, честно, гораздо больше, чем вот этот телефон. А этот телефон теперь весит зато намного больше, чем вот старый мой телефон. То есть, размер у него такой же. Но, знаете, держишь в руках такую очень увесистую штуку. Я просто подумала, чем таскать этот Powerbank. Лучше я буду носить этот телефон и этот. На случай, если у этого кончится память. Вот. Он, конечно, очень крутой по сравнению с предыдущим. Он просто летает. И, конечно, качество камеры снимает 4К, 60. Это просто улет. Я, честно говоря, 12-й пропустила. Потому что как-то было не до этого, знаете, со всеми этими пандемиями. Но, как я поняла, в общем, мне повезло в этом смысле. Я правильно сделала, что дождалась вот этого 13-го. Фактически, это мини-киностудия. Теперь, даже если у меня будут дрожать руки, то камера будет все это стабилизировать. Сам айфончик будет стабилизировать вот это вот дрожание рук. Резкость, цветовое сочетание, замедленная съемка. И даже есть здесь теперь такая функция, которая называется кинофункция. Это когда ты резкая, а фон размыт. Ну, знаете, честно говоря, я попробовала эту функцию. Могу сказать так. Да, ты резкая, а фон размыт. Но это качество не 4К. 4К – это суперкрутое качество. И поэтому на сегодняшний день получается, что вот этот телефон снимает лучше в мире. Вот качество картинки. Прокачен, можно сказать, был специально для блогеров. Поэтому я теперь, наконец-то, буду приличным блогером с телефоном, который будет для меня служить верой и правдой. Я надеюсь. Вообще, я говорю, я никогда не приклеивала никаких вот этих вот защитных стекол. Не носила чехлы. Ну, то есть, были у меня пробы, но фактически я пришла вот к тому, что просто использую этот телефон. Вот. Но этот, поскольку он фактически является киностудией, то, конечно, меня в магазине раскрутили на покупку и чехла, и защитного стекла, и вообще всего, чего только могли. Я поняла одно, что вот за эти последние два, можно сказать, года, да, когда началась вот эта вся свистопляска, начались какие-то дефициты с товарами. И, ну, если честно, конечно же, в Америке дефицита с айфонами нет. Они все уже мои родственники, все знакомые, все уже поменяли, кто хотел, на тот, который у них был айфон, на 13-й или 13 Pro Max. Ну, у нас в России случилась какая-то просто, я не знаю, сумасшедшая, сумасшедшая ситуация с дефицитом этих телефонов, потому что вот их презентовали, через неделю они поступили в продажу, и в течение двух часов вот эти вот самые дорогие варианты были разобраны. Ну, почему мне пришлось, так сказать, разориться на самый дорогой вариант айфонов? Вообще они бывают мини, просто бывают 13-й айфон, а это 13 Pro Max, еще и с большой памятью. Больше него только 1 терабайт, но дочка мне сказала, мама, не бери, ты в этих терабайтах запутаешься, потому что действительно будет очень много, очень большая память, и ты будешь путаться в этих кусочках. Я и в своем старом, где была память 256, тоже, знаете, иногда обнаруживала какие-то фрагменты, которые я снимала когда-то давно, и они такие классные, и каким-то образом я их пропускала, потому что съемка на телефон, она, знаете, такая, ты идешь, и вот что видишь, то и снимаешь. То есть, например, попалась тебе какая-то витрина интересная, ты снимаешь витрину, едешь ты в метро, напротив тебя сидит какая-то модница, и ты снимаешь ее. То есть, ну, то есть, накапливается огромное количество кусочков, и потом ты, в принципе, какие-то видео, да, ты целенаправленно снимаешь стрит-стайл, как я снимала, например, на Точкино-Петроградской, но бывает у меня иногда стрит-стайл нарезка, то есть, ну, какие-то кусочки, которые тут когда-то были, тут когда-то прошли, поэтому они получаются в разную погоду, в разных локациях. И все это, конечно, благодаря телефону, потому что ты в любой момент его вынимаешь и снимаешь. И мне очень нужен был этот телефон, потому что вот у восьмерки, конечно, даже и близко нет такой стабилизации, как у этого. То есть, я специально пробовала, вот, как бы, как пьяная камера, дрожащие руки, а он все равно выравнивает изображение. И, ну, конечно, мне приходилось при монтаже достаточно много вырезать кусков именно из-за дрожащей руки, из-за не очень, из-за, вернее, ходящей ходуном нередко камеры. Да, так вот, все эти телефоны были, значит, разобраны в течение двух часов. И дальше можно было сделать только предзаказ, стопроцентная оплата, а цена там, прямо скажем, немеренная. И как-то для меня, знаете, засылать в интернет такую сумму было, ну, не камильфо. И мне хотелось обязательно в руках подержать, вот, хотела я голубого цвета, это, как бы, новый цвет этого сезона для промаксов. И, в общем, короче говоря, как я только не пыталась выследить эти телефоны, они были в интернет-магазинах, но на 10, 20, 30 и даже 40 тысяч дороже, чем в официальном магазине. Вот. Ну, я для себя решила, что нет, я буду все-таки покупать в официальном магазине, потому что я хочу, чтобы мне объяснили какие-то новые фишки, потому что, например, этот телефон, невозможно выключить так, как выключались предыдущие телефоны. У него новая функция включения-выключения. По-новому делается скриншот. Ну, то есть, после моего 8-го столько было разных изменений, а уж в 13-м в этом смысле всякие включить-выключить, сделать скриншотик, все как-то поменялось. Для меня, во всяком случае, было все по-новому. Вы, дорогие друзья, уж простите меня, что мне захотелось этим поделиться, но просто для меня это очень важно, потому что, ну, фактически этот телефон, это главный инструмент блогера на сегодняшний день. Конечно, 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 многие блогеры снимают на профессиональные камеры, которые стоят еще дороже, чем этот телефон. Вот, и у меня, мне как-то не хочется тратить деньги на вот очень дорогие камеры. У меня есть камера, видеокамера Sony, как я вам уже сказала, у меня есть фотоаппарат Canon 1 и Canon другой. В принципе, оба снимают неплохо. Вот сейчас я снимаю на фотоаппарат Canon, который ему года 2, наверное. У предыдущих айфонов была очень плохая съемка в темноте. Вот прям реально они не работали. И вот этот новый, он намного лучше прокачан в смысле камер. Если вы будете кто-то покупать этот телефон, имейте из блогеров, я думаю, что такой телефон на самом деле не нужен просто обычным пользователям, людям обычным, которые смотрят видосики на YouTube или, ну, я не знаю, обмениваются смс-ками, пишут сообщения на WhatsApp, и просто совершают обычные звонки и пользуются какими-то там приложениями, банк или заказать такси, вот вообще ни разу не нужен такой телефон. Это, конечно, чисто блогерская фишка, и можно сказать, это такой, знаете, мировой развод на бабки. Вот. Ну, что сделаешь? В этом маленьком телефончике и киностудия, и монтажерная, и просто это, конечно же, компьютер. Очень большой экран, даже вот если сравнить, например, вот экран этот и этот, вот у них размер одинаковый. Ну, видите, вот здесь вот как бы целиком экран, а здесь вот, ну, вот так вот, меньше как бы обрезан верх и низ. Вот. Ну, не удалось мне голубой, конечно же, купить. Ну, в общем, короче говоря, я все время заходила в магазин, в галерее. Я хотела купить во флагманском магазине. Я в сентябре еще записалась. Вот у Дмитрия, он работает консультантом в этом магазине, в галерее. Вот. И, в общем, короче говоря, вот перед самым закрытием магазинов я заходила и спрашивала, а у вас есть телефон? И вдруг они мне говорят, да, у нас есть один золотой. Но я в этот день уже наснимала кучу стрит-стайла. Была такая уставшая. У меня с собой не было записанного вот этого вот пароля Apple ID. У меня, я его часто меняла, и в конечном итоге я вообще забыла. забыла его. Вот. И у меня не было компьютера, потому что я хотела, чтобы мне все соединили. Компьютер, два телефона, еще один номер. В общем, чтобы все у меня, типа, работала. Такая блогерская схема, которая состоит, собственно говоря, из одного ноутбука и на сегодняшний день из двух телефонов, да. Потому что с телефона очень легко перекидывается на ноутбук вот это все. И когда я поняла, что вот у меня нету вот этих вот очень важных, очень важных деталей, да, для покупки. То есть, конечно, я могла просто вот купить этот телефон и уйти. Но мне хотелось, чтобы мне помогли, все вот это вот показали. И я так выдохнула, думаю, ну да, не судьба. Но когда галерею открыли, я, конечно же, прям в 10 утра позвонила, спросила, а нет ли у вас случайно, не остался ли тот золотой? Они сказали, нет, что вы, тот золотой мы, конечно же, продали в тот же день, когда вы, типа, ушли. Но пока магазин был закрыт, пока галерея не работала, у них была поставка небольшая. Я сказала, я сейчас примчусь. В общем, я вся такая всклокоченная, захватив с собой компьютер, бумажки с этими кодовыми словами. Я даже, в конце концов, запуталась уже, какой у меня именно пароль. Вот, я туда прилетела, и, о, ужас, там была очередь, очередь люди покупали, как будто вот, я не знаю, как будто вот магазины не работали 9 дней, и всем прям вот срочно понадобилась техника Apple. Покупали все, и вот эти планшеты, и компьютеры, и часы, и какие-то телефоны, но другие. Вот, и передо мной еще два парня купили такой же, да, один даже купил на терабайт, но терабайт это еще дороже. Вот, но я и так взяла, я считаю, мне достаточно памяти, вот это будет 512, вот так вот за глаза и за уши. Вот, иначе я, правда, в терабайте запутаюсь. Вот, они покупали темно-серые, такие стальные, он такой более брутальный цвет. Ну, если бы такой остался, я бы и такой взяла, мне уже было, в принципе, все равно. Но, вот, нет голубого, ну и ладно, пусть будет золотой. Вот, просто вот этот у меня на минуточку тоже золотой, но он какой-то как розовое золото, это такой более, более, такой перламутрово, золотистый, желтизну такую ходящий. И я надеюсь, что ролики будут намного лучше, качественнее, особенно вот что касается обзоров и съемок в магазинах, на улице, стрит-стайла. Я думаю, что будет намного лучше. И я хочу сказать, что по-прежнему их нет в свободной продаже. В прошлом году, говорят, 12-й в свободной продаже появился только в январе. И, ну, вот, честно говоря, я не знаю, почему такой вот этот дефицит, то ли его Apple специально создает на, ну, в других странах, да, потому что раньше такого не было. То есть, если появился в Америке, то он и у нас там через какое-то время появляется, он есть в свободной продаже. И сказать, что там за телефонами, которые стоят таких денег, вообще бегают, и их не купить. И вот этот парень мне сказал, что вот эта вот очередь на предзаказы надо ждать 8 недель, и у людей уже оплачено. И таких там 10 тысяч человек у них, вот по магазину, честно говоря, я была в шоке. И вы знаете, сегодня я проснулась в 5 утра, и YouTube предложил мне видео, ну, я подписана на этого блогера, называется «Жизнь в Германии. Взгляд изнутри». Ну, кажется, так. Ну, я ссылочку оставлю на этот ролик. И почему я решила открыть это видео? Потому что оно называлось что-то такое «Дефицит продуктов», «Нехватка товаров». И так как у меня вот эта вот тема была, ну, вот, последнее время такая вот, ну, какая-то больная, да, что вот мне, я не могла никак купить этот айфон. Не хотела я переплачивать в каких-то левых интернет-магазинах, непонятно, купить. То ли это они все раскупили, то ли, ну, непонятно, что и как. Хотелось именно в официальном, да, в флагманском таком. Вот. И сейчас я расскажу, о чем в этом видео была речь. И у меня сразу вот возникает вопрос, вот, мы же все тут из разных стран, городов. Ну, весь мир, что называется, и у всех все может быть по-разному. И вот автор канала рассказывает, что в Германии стала наблюдаться нехватка некоторых товаров. Например, если ты хочешь купить машину какую-то, ты должен ждать там сколько-то месяцев. Причем это касается не только автомобилей, но и, например, стиральная машина или сушильная машина. Ну, знаете, вот если с этим не сталкиваюсь, если у меня есть и стиральная машина, и сушильная машина, я как бы не в курсе, что это дефицит. Я бы и была не в курсе про телефоны. Но просто вот у меня уже настолько созрела эта покупка. И у меня день рождения в сентябре. Уже сколько времени прошло, дети мне подарили его, да, то есть деньги были отложены на этот телефон. Вот, и я его не могла купить. Хотя он мне был нужен. Знаете, я в стритстайле все-таки достаточно часто снимаю. Особенно, кстати, для стритстайлов. Это важный инструмент. Да, так вот, автор канала Ирина. Кстати, канал очень хороший. Я рекомендую, особенно для тех, кто интересуется Германией. Вот Ирина рассказала, что вот такая наблюдается нехватка. Более того, есть некоторая прореженность на полках супермаркетов, что касается продуктов. Есть какие-то перебои и с поставкой продуктов. Но это не означает, что как бы, типа, есть нечего. Ну, просто я так понимаю, что вот раньше был такой ассортимент, а сейчас этот ассортимент стал меньше. То есть какие-то продукты исчезли. Вот, что касается у нас, я, честно говоря, вот не в курсе там стиральных машин. Напишите, кстати, может быть, кто-то столкнулся и с этим. По продуктам я не замечаю. Дело в том, что у нас продукты, когда мы начали обмениваться с Евросоюзом и с Америкой с санкциями, у нас очень резко изменился ассортимент в продуктовых магазинах. То есть, если раньше у нас там было все завалено немецкими, французскими, голландскими, финскими, итальянскими, испанскими сырами, хамоном, там, ну, в общем, очень-очень много было чего из Европы, конечно же, то сейчас эти продукты заметно вот количество вот импортных продуктов уменьшилось и теперь все практически наше. Там сыр, всякие ветчины, хамоны, все-все-все-все практически наше. Ну, то есть есть что-то, конечно, то есть есть, конечно же, импортные продукты, но по сравнению с тем, что было раньше, это даже просто вот небо и земля. Но вот по продуктам, как вот изменилось все, да, наполняемость гигантская вот у магазинов продуктовых я не замечаю. Ну, особенно такие хорошие, вот Аки, например, ну, я пользуюсь Аки недалеко от моего дома. Конечно, есть такие магазины, как там, типа, Магнит, Дикси, Пятерочка, у них, конечно, так себе. Но зато они в шаговой доступности всегда очень близко, и если тебе нужно какую-нибудь там, я не знаю, картошку, капусту, яйца, масло, это вообще прям всегда есть. Вот, просто за мясом, например, лучше пройтись или в какой-нибудь фермер, или в Акей. Вот. Да, так вот, Ирина, честно говоря, меня очень удивила. И у меня вот, как я уже сказала, встречный вопрос. Вот где вы живете? Расскажите, у вас заметно, что что-то вот как-то изменилось? Вот. Ну, с айфонами я так поняла, что это полная засада. Да, особенно, то есть, они есть, 13-е айфоны, но вот эти вот, скажем так, блогерские модели, вот прям реально надо высмотреть, как-то, я не знаю, выследить или сделать полную предоплату и ждать два месяца. Ну, это же просто вот с ума сойти, да. В этом смысле, конечно, в Америке там быстренько раз поменял и все. Да, так вот, и Ирина вот рассказала об этом, что и объяснила, я так понимаю, что она эту информацию взяла из немецкой прессы, из немецких новостей, прессы там, например, там, чтобы собрать машину или велосипед или что-то, нужны какие-то запчасти из каких-то материалов. И вот эти вот поставки, они задерживаются, какие-то предприятия разорились. И вот эта вот такая цепочка, она за эти годы, она вот так вот начала рушиться. Вот. И Ирина сказала, что мы даже подумываем о том, чтобы сделать какой-то запас продуктов. Ну, и там ей в комментариях написали, ой, Ирина, вы же из Советского Союза, что для вас там сделать запасы продуктов, типа, на всякий случай. Ну, да, конечно, нас, как говорится, этим не удивить. Я, например, когда началась пандемия, ну, купила там всяких макаронов, круп, слава богу, что мы их наконец закончили. Сейчас я уже никаких запасов не делаю, потому что у нас, даже когда вот первая волна, ну, не было вообще никаких перебоев, там не с туалетной бумагой, хотя люди сметали, глядя на видео из Америки, где вот гребли там туалетную бумагу, стиральные порошки, у нас все равно вот все было. Хотя многие, да, гребли и набирали. Я тоже что-то там запаслась, потому что думаю, ну, меньше просто выходить из дома. Сейчас, конечно, вы сами видели, как у нас соблюдаются нерабочие дни, то есть все ломанулись, кто в Сочи, кто из Питера в Москву, кто еще куда. Вот, как тусовались на Невском, я смотрела, подписаны на разные каналы, в Инстаграм, да, что там вообще творилось в метро на Невском. Вот, ну, в общем, дорогие друзья, вот такое вот у меня сегодня получилось видео. Хотела я вам еще кое-что показать, но так получилось, что просто хотелось вот поделиться, поговорить по душам. Пишите. С нетерпением буду ждать вот именно рассказа о том, у кого что где исчезло и исчезло ли. Ну, или просто, может быть, вы не сталкивались. Потому что я говорю, если бы не моя сверхзадача, наконец-то заиметь киностудию блогерскую в виде 13-го Pro Max 512, то я бы, наверное, и не знала, что его, ну, практически невозможно купить уже 2 месяца. Вот. Или переплачивать. Ну, согласитесь, как-то не хочется переплачивать. К сожалению, я пока не могу вам поснимать с Тридстайл, потому что у нас просто какой-то проливной дождь, вокруг все черно, темно, мокро. Я думаю, что нет такой точки в Питере, где можно было бы там поснимать модниц вот в эти дни, во всяком случае. Но ничего, будем надеяться на лучшее. Закругляюсь. Увидимся совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока.